Приветствую вас! Давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вы написали. Во-первых, значит, впервые немножечко о моих впечатлениях от рассчитанного, что я увидел, что я заметил в вашем тексте. И, соответственно, на что хотел бы обратить ваше внимание. Значит, первое и, пожалуй, одно из самых важных, один из самых важных моментов. Это момент такой, что вы чувствуете себя как бы зажатой, очень сильно зажатой. По той причине, что не являетесь свободными. То есть я вот по вашему тексту, да, по вашему тексту, я не увидел, что вы, например, как-то свободны, что вы, например, как-то счастливы, что вы, например, как-то, ну, довольны тем, что в вашей жизни сейчас происходит. Ну, нет у меня такого ощущения, что вы довольны. В принципе, в принципе, вы как бы сами говорите о том, что, вот, я своего мужа не люблю. Ну, я, там, значит, со своим мужем быть, ну, не то, что не хочу. Может быть, и хочу, но я не чувствую, в общем, что я с ним счастлив. Да, вы не чувствуете себя счастливой. Ну, вот. Соответственно, на вас это давит, а раз давит, то, соответственно, что? Ну, ну, какой-то выплеск. Выплеск этого нужен. Да, то есть если давит, то, соответственно, вы себя подавляете. Вы подавляете свои желания. Вот. Вы подавляете свои потребности. То есть, понимаете, какая штука? Вы можете, в принципе, даже не интересоваться братом своего мужа. Да? Вот. То есть, в принципе, он, может быть, вам не интересен даже. Потому что, ну, как бы он для вас символ. Он для вас символ чего? Символ, ну, например, символ свободы, допустим. Символ какого-то, может быть, непринуждения, непринужденности. Вот. Он для вас символ, возможно, искренности и так далее. Пам-памсти. Тогда как, тогда как ваш муж, да, это символ обязанности, символ обязательств, символ здоровья, что вы, как бы, должны, знаете? Вот. Вот. И вот то, что вы говорите по поводу того, что я не могу развестись, там, и для того, что дети, муж не поймёт и прочее, прочее, прочее. Всё это очень похоже на такую определённую отговорку для того, чтобы, ну, чтобы, например, не принимать решение. Да, то есть вам эта позиция, в принципе, нравится. Ну, вот так мне показалось, по крайней мере, исходя из вашего текста. То есть вы получаете некое удовольствие от того, что происходит между вами, например, и вашим мужем. Между вами, например, и братом мужем. Вот. Вам это нравится, что происходит. Вас это, как бы, привлекает. Именно вот такая таинственность, неопределённость возможностей. И так далее. И это понятно. Почему привлекается? Понятно, в принципе. Потому что вам не хватает. Вам не хватает эмоций, вам не хватает чувств. Вы не ощущаете себя женщиной. Да? Вот. Вот. И именно это, именно это, в принципе, и заставляет вас удерживать себя в этой ситуации. Удерживать себя в этой неопределённости, которая вас, с одной стороны, тяготит с неопределённостью, а с другой стороны, вам нравится она. Понимаете? Какая штука. Понимаете? И вопрос заключается в том, чем нравится, что даёт вам это ощущение, это чувство. Понимаете? Чего хочется-то. Но об этом я вам, наверное, скажу чуть позже. Да? Чуть позже скажу. Чуть позже. Пока. Это просто впечатление о том, что я увидел в вашем тексте. И в вас самой. Замужем 12 лет, двое детей. У мужа есть старший на 2 года брак. Женат никогда не был. Зовут его Алексей. Вот давайте мы с вами сперва попробуем подумать так. Почему старший брат Алексей не был никогда женат? Ну вот просто. Почему он никогда не был женат? Далее. Последние полгода он начал вдруг проявлять ко мне симпатику. И ваш вопрос, как бы, такой, можно сказать, общий вопрос. Да? Ну, лейтмотив, то, собственно, ради чего вы написали этот текст. Это вопрос, почему мужчина начал к вам проявлять чувства. Да? То есть, с чего вдруг? Как так получилось? Ага. Как, ну, так вышло? Вот. Значит, я могу сказать вам по собственному опыту так, что мужчина видел вас, ну, какое-то время. Вы были рядом с ним, вы были единственной женщиной. Которая была, так сказать, в пределах, в пределах его поля. И именно вы будете с ним, да, ли почувствовать ему себя мужчиной. Вот. И по большому счету, по большому счету, в принципе, в принципе, этого достаточно. У мужчины никого нет. Да, мужчина долгое время один. И тут появляетесь вы. И, как бы, какое-то время вы просто жена брата, да. Но потом, по мере того, как он с вами общается, как он с вами, там, взаимодействует, да, и прочее, прочее, прочее. Помимо этого, мужчина начинает чувствовать, что мы ему нравились. Потому что вы женщина, вы относитесь к нему хорошо, а у него давно уже никого не было. Вы единственная, вы единственная, с кем он может отчувствовать себя, ну, как бы, мужчина. Да? Ну вот. И все. Именно поэтому, что сейчас у него возникли к вам какие-то чувства. Это даже не чувства. Это даже не чувства. Это просто влечение. Влечение. У него к вам влечение. По большому счету. И все. Дальше. Смотрите. Вот он очень любит наших детей. Да? То есть, брат очень любит ваших детей. Почему? Почему? Да логично, почему. Там это своих детей у него нет. Потому что некуда энергию девать. Энергия есть, а энергию девать некуда. Как бы, энергия имеется у человека, да? А реализовать ее он не может. Некуда, некуда реализовывать энергию. И остается реализовывать ее только на кого? На тех, кто рядом. Нереализованная отцовская энергия, желание, ну, желание, скажем так, быть отцом, например, реализуется на ваших детей. Потому что, как бы, для себя он пожил, да? Ему теперь хочется отдаваться. И реализованная мужская энергия реализуется на вас. Потому что больше никого нет. Потому что если бы мужчина, ну, как-то вот более адекватно воспринимал бы себя, я полагаю, что в этом случае он бы давно бы уже обратил внимание на какую-то другую женщину, да? И так далее, и так далее, и так далее. Но у него есть блок какой-то. Может быть, ответственность, может быть, что-то еще. Что не дает ему сближаться с женщинами. Строить с ними отношения. Вот. И сейчас, и сейчас, то, что с вами происходит, с вами и им происходит, это, знаете, такое, можно сказать, впадение в детство. Такое регрессивное состояние. То есть он почувствовал себя там, скажем, юношей с вами. И вы почувствовали себя как бы девочкой с ним. И вам это нравится, потому что вы оба живете в мире, где нет свободы. Вы оба живете в мире, где нету какой-то, нету пространства, нету выбора. Нет возможности сделать этот самый выбор. Знаете, и вам это нужно, вы этого хотите, естественно, вы в этом нуждаетесь. Очень сильно нуждаетесь в том, чтобы вот отчувствовать такую свободу. Вряд ли вас можно за это винить. Зато вы хотите отчувствовать себя свободным, например. Вряд ли можно вас за это винить. Но нужно адекватно подходить к этому вопросу. Знаете, какая штука? Вот. То есть, грубо говоря, мужчина, он вот чувствовал, 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 да? Чувствовал, ну как бы видел вас, не обращал на ваше внимание, не обращал, не обращал, не обращал. Потом недавно, о, так тут же женщина. Вы же такая же женщина. И вы не очень, там, как бы, ну, к своему мужу, да, не очень хорошо относитесь. Ну, то есть, вы его не любите. И все. И у мужчины сразу, опа, я могу. Вот. Это мой шанс. Желание это есть, и никого больше нет. Понимаете? И, по сути, ваше восприятие, ваше восприятие брата-мужа, оно, по сути, такое же, что он хорош только в сравнении с вашим мужем. Вот только в сравнении с вашим мужем, да, он хороший. Это действительно так. Но, хороший ли он вообще? Хорош ли он сам по себе? Это вопрос. Это очень серьезный вопрос. Потому что это еще предстоит узнать вам. И, судя по тому, что он никогда не был женат, судя по тому, что он никогда не был женат, я лично сомневаюсь, что он такой хороший и идеальный мужчина. Но у вас никого больше нет. У вас выбора нет. Ведь своего мужа вы не любите, да, расстаться с ним не можете. Ну, в силу ряда причин, да, вот. И кто остается? Только брат-мужа. Потому что другого-то никого больше нет. Так, связь, общение, взаимодействие с другим мужчиной для вас неприемлема. Опять же, почему? Потому что родственники не одобрят. Да, там, осуждение будет. Дети, там, ну, как вы говорите, детей лишать. Ну, отца, да, вы не хотите. И так далее. Правда, тут уже немножко другой момент того, что именно вами движет. Вот. Понимаете, какая вещь? Смотрите. 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 А, ну, как вы видите, я ответил. То, что вы не считаете себя красивой и идеальной, скажем так, это проблема вашей самооценки. Такая же проблема вашей самооценки, как и то, что вы не можете развестись. Во-первых, дети. Дети. Что дети? Вы думаете, дети счастливы из-за того, что вы не любите своего мужа? Вы думаете, дети не чувствуют, что в отношениях между их родителями что-то происходит такое вот, ну, негативное что-то такое, не очень хорошее? Вы думаете, дети этого не чувствуют? Вы думаете, что детям от этого лучше? Вот, положа руку на сердце, скажите. Вы думаете, что детям лучше от этого? Во-вторых, муж. Он любит меня и детей. И что? Ну, любит он вас и детей. И как бы, и что дальше? А вы его нет. И почему вы должны страдать из-за этого? Скажите, ваш муж, если он такой хороший, если он любит детей и вас, он достоин того, чтобы рядом с ним была та, кто его не любит? Понимаете? Почему вы на, как бы, мужа накладываете такое бремя? Он достоин того, чтобы рядом с ним была женщина, которая его любит. Вот. Далее. Третий родственник не поймут. У них большая и дружная семья. Все верят и знают, что такого не должно быть. А такого не должно быть, это какого? Почему вас волнует то, что подумают родственники? Что на вас давит? Откуда чувство вины? Откуда непринятие себя? Знаете, какая вещь с вами происходит? Что вы хотите одного, чувствуете, что нельзя, и реализуете это с братом-мужем. Только потому, что вы себе не позволяете быть собой. Вот. Значит... Так. Я сейчас хочу его найти. Вот. Еще я знаю точно, что мужа не люблю. Это произошло не за последние полгода. Наверное, это уже давно. И почему, если это давно, вы до сих пор с ним? Что доставляет вас это делать? Какие мысли, какие чувства не позволяют вам сказать себе, я его не люблю, не хочу быть тем, кого я не люблю, не хочу обрекать себя на несчастье, на муки и своих детей тоже. Потому что, если несчастлива мама, то несчастливы и дети. И вот понимаете, в чем дело? Лично я связываю то, что вы не считаете себя красивой и идеальной, с тем, что вы не можете развестись. То есть, возможно, возможны такие предположения, что ваши родители, ваши папа и мама вас подавляли, вас принижали. Вот. И, как бы, занизили у вас самооценку вашу. И, как бы, вы не позволяете себе быть собой, вы не позволяете себе хотеть, вы не позволяете себе чувствовать. Чувствовать, запрещаете это себе. Ориентируйтесь на мнение других людей, потому что своей собственной системы ценностей у вас нет. Вы не уверены в себе. Да? Ну, потому что родители вам не внушили любовь к себе. Вот. Вы не уверены в себе. Сомневаетесь в себе. Ориентируйтесь на мнение других людей. Почему? Почему так? Это нормально? Это правильно? Это правильно? Смотрите. Просто подумайте. Правильно ли то, что вы чукуете по отношению к Алексею? Правильно. Естественно ли это? Да, естественно. Вполне. Истинно ли это? Нужно проверить. Пока с вами нелюбимый мужчина, то есть мужчина, которого вы не любите, любой другой мужчина, который находится близко к вам, способен вызвать такие чувства. Потому что он олицетворяет то, чего вы хотите. Ваше желание. Свободу, ощущение себя женщиной и так далее. Чувствовать, что вы желанная. Чувствовать, что вы привлекательная. Муж, что вам, вероятно, такого не дает. Ну, точнее, вы его не любите. Знаете, вы идеализируете общественное мнение, да? И обесцениваете семью, семейный институт. Потому что, как бы, ваше желание не реализуется с его помощью. Точнее, скорее всего, вы создали семью для того, чтобы она удовлетворяла ваше желание. А она не удовлетворяет. Потому что вы недозрели немножко в плане личности. Вот. И все. Значит, вы пишете. Я никогда не ожидал от него такого ко мне отношения. Я его просто не узнаю. Я даже не думал сначала, что это мои фантазии. Но сейчас вижу, что это не так. Я хочу выяснить, в чем причина. Вы знаете, 50 на 50 мужчина скажет, что вы ему нравитесь, и что он вас влюблёт. Другая часть процентов будет связана с тем, что он скажет, что нет, это тебе показалось. Как бы, ничего нет. Зачем вам причина, если вы говорите, что не сможете начать отношения с Лёшей? Зачем тогда причина? А в чем причина вас? Вы сами, для себя, почему оказались в такой ситуации? Прежде чем ориентироваться на него, и прежде чем говорить о нём, подумайте о себе. Я хочу выяснить, в чем причина, жду от него каких-то действий, но он молчит. О каких действиях вы хотите? Он молчит. Правильно. Вы же замужем. Почему молчит? Потому что стыд. Потому что так же, как и вы, не принимает свои чувства. Так же, как и вы, не позволяет себе быть собой. Ну, там ещё и блоки какие-то. На сближение. Это может быть любовь? Нет. Это может быть страсть. Вот то, что происходит с вами, это страсть. Любовь, возможно, когда человек свободный. Ни вы, ни Алексей не свободны. Поэтому это может быть только страсть. Чувство несвободных людей. Я думаю, что он ничего не говорит, потому что боится, что всё откроется, и... А когда за мной просто теряет контроль. Ну... Это не причина. Это не причина. Это следствие. Молчит он по той же причине, что и вы не разводите со своим мужем. Вот. Гороскоп ничего абсолютно нам не даст. То есть, гороскоп как бы это... Это не к психологам. Что я вам могу сказать? Разбираться с собой. Значит... Работать над самооценкой. Над повышением её. Над уверенностью в себе. Над тем, чтобы адекватно понимать свои желания. Реализовывать их. Избавляться от... Вот этого вот... Давящего на вас... Конгломерата. Родных. Общества. Родителей. И так даже. То есть, грубо говоря, какое вам дело для того, что... Все верят и знают, что такого не может быть. Какое вам дело для того, что... Для его семьи вы нормальная семья. Какое вам дело? Это другие люди. Это чужие люди. По сути. Вот. Почему вы ориентируетесь на них? Что произойдёт, если вы не будете ориентироваться на них? Что вы будете чувствовать и почему? Кто будет в этот момент как бы с вами разговаривать? Чей голос вы будете слышать в этот момент? Себе. Что он будет говорить и чего он будет хотеть? Вы поймите. Ваши желания, они никуда не уйдут. Не получится с Алексеем? Да. А вы найдёте кого-то ещё. И в итоге это приведёт к чему? К измене? К скандалу? Либо к болезни? Как гречи с вашей стороны? Вы этого хотите? Вы хотите этого для своего мужа, который вас любит и который ни в чём не виноват? Вы хотите этого для детей, которые тоже вас любят? Подумайте. Подумайте и начните заботиться о себе. Начните думать о себе. Не о других и не о себе через других. А именно о себе. Где я? Кто я? Чего хочу? Что мне нужно? Как могу это получить? Во имя чего? Какие у меня идеалы? Какие ценности? Вот об этом, пожалуйста, подумайте. И парадокс в том, что подумав об этом, вы сможете стать более, как бы, более качественной мамой, более лучшей мамой и, может быть, более лучшей женой. Не обязательно для вашего мужа, но вообще для мужчины. Подумайте об этом. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.